Помощь волонтеров и добровольцев невозможно измерить и оценить. Люди, которые совершают добрые поступки, приходят на помощь не для того, чтобы получить что-то взамен. Их помощь бескорыстна, она идет прямо от сердца. Добровольческие движения в Ненинском округе с каждым годом набирают обороты. О самых популярных из них расскажем в следующем сюжете. В Ненинском округе на сегодняшний день работает 20 волонтерских движений, в которых зарегистрировано порядка 400 добровольцев. Их безвозмездная деятельность направлена как на помощь людям и братьям нашим меньшим, так и на пропаганду здорового образа жизни, благоустройство и обустройство дворов, городских улиц. Среди добровольческих акций – экологические марши и субботники. Это и сортировка мусора, это и, я не знаю, на берегах Печоры проходила акция, тоже берега Печоры прибирали. Также сейчас волонтеры из лагеря Пустозерск, они летом активно было две смены, они там также и уборкой собирались, занимались и благоустройством экологической тропы и так далее. Существует сотни вариантов и проектов для волонтерства. На сегодняшний день самым популярным движением среди добровольцев в нашем регионе можно назвать движение «Волонтеры Победы», в котором принимает участие 59 человек, в основном школьники. Впереди у активистов подготовка к празднованию 75-летнего юбилея Победы. Волонтеры Победы в основном занимаются несколькими направлениями. Это помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, также это тоже какие-то событийные мероприятия. Помимо этого волонтеры Победы активно занимаются мероприятиями, направленных на сохранение истории. Это, например, различные исторические квесты или игры интеллектуального характера, риск, разум, интуиция, скорость, команда. То есть это патриотическое движение, которое направлено на сохранение истории и помощь ветеранам. Волонтером может стать любой человек, желающий посвятить свое свободное время добровольному труду. Хотите стать волонтером? Тогда обращайтесь в ресурсный центр добровольчества при региональном центре молодежной политики Ниньского округа. Вы можете быть как и самостоятельно действующим волонтером, как физическое лицо. Вы можете обратиться к нам сюда, в ресурсный центр, рассказать, чем бы вы хотели заниматься, как бы вы хотели помогать. И мы вас направим либо в какую-то уже действующую организацию, либо будем сами с вами держать связь, приглашать на наши какие-то акции и на те мероприятия, которые проходят в городе. До 2024 года на базе ресурсного центра в рамках федерального проекта «Социальная активность» будут образованы новые добровольческие движения. Волонтеры культуры, волонтеры по поиску пропавших людей и волонтеры-медики. Это те ребята, которые могут оказывать первую помощь, умеют оказывать, они проходят обучение специальное. Мы вот в своем центре рассказываем, как это сделать, что это необходимо, какие нужные документы, и дальше помогаем эту всю историю вести. Волонтерский труд не оплачивается, но помимо оказываемой помощи волонтеры могут приобрести полезные опыты знания в разных сферах деятельности, а зарекомендовав себя с лучшей стороны и работу по выбранному направлению.